Всем привет! С вами Виктор Тарануха и в эфире Легендарные Новости. Именно здесь вы найдете свежие и сочные новости, слухи и сплетни прошедшей недели из мира Лиги Легенд. А еще, обалденный, сочный бургер! Ха-ха-ха-ха! На смену ушедшему Марку Етару пришел Дживун Ситху, который поделился своим первым превью патча. И давайте посмотрим, что для нас готовят в следующем обновлении. Броня Мертвеца получит прибавку в 5 физической защиты, чтобы сгладить последствия недавней переработки. Акали лишат возможности кидать кунаи во время рывка при помощи Ешки, а также сократят урон ультимейта. Цель ослабления – про сцена, где Акали самый желанный чемпион и играется как на меду, так и на топе. К армии снизят триаде. Причина такая же – про сцена. Чемпиона пикают на все роли, кроме леса. Ослабление скажется на силе Хараса автоатаками и на комфорте ласт хита. Больше всего от этого пострадают топ-лейн кармы, а меньше всего – саппорты. Мальзахару снизят базовый запас хп и урон на кью. Ослабление довольно сильное, и в этот раз оно нацелено исключительно на обычных игроков. Сейчас Мальза самый сильный мидер, особенно на средних рангах. Ноктюрна понерфят на соло-линиях, снизив силу пассивки по миньонам. А возможность быстро запушивать – очень важная функция для роумящих чемпионов. Но стоит отметить, что Ноктюрна сейчас действительно излишне силен и универсален. Шака снизит базовый запас здоровья и скорости передвижения. Приятная новость для всех Шака-хейтеров. Ксену увеличат откат W на пару секунд. Это небольшое ослабление относительно его феноменальной популярности на про-сцене. Да и в обычных играх он крайне успешен. Зиксу снизит базовый запас маны на 60 единиц. Сейчас чемпион силен на средних рангах, но далеко не настолько, как Мальзахар. Дариус очень ослаб после удаления рывка с Костолома. Поэтому ему усилят урон пассивки и вернут прежнее время отката притягивания, который недавно повысили из-за сильной связки с Костоломом. Гарен пережил удаление рывка значительно проще, однако ему тоже перепало неплохое усиление. Бонус скорости передвижения от прокачанной кушки станет больше на 15%. Грейвсу поднимут базовое АД на пару единиц, что бафнет чемпиона сильнее, чем может показаться. Но не факт, что этого хватит для полноценного возвращения в игру. Илаой поднимут базовую скорость передвижения на 10 единиц, что довольно существенно. Иверну усилят прочность щита на 20 единиц. Роксай увеличит урон кушки. Учитывая небольшой откат умения, скромная прибавка не кажется такой уж бесполезной. Серафине поднимут урон кушки как за счет базовых показателей, так и за счет повышения скалирования ОТП. Тарику снизят затраты маны на лечение и оглушение. Ох, где-то радуется один Витян. Комплексные изменения ждут там Кенча, Лилию и Доктора Мунда. Тут очень много мелких изменений, так что пока не будем заострять на них внимание. Подобный масштаб изменений ждет и Ирелию. Причем в ее случае Riot выпустили целую статью, чтобы объяснить логику своих действий. Этими изменениями разработчики хотят сократить разрыв между сильной ранней игрой и слабым лейтгеймом, а также ослабить элементы, которые используют проигроки, чтобы сделать чемпиона более доступным для обычных игроков. Ну все, теперь мы точно знаем, у кого самая большая дырка. Эммм... Я про бразильское отделение Riot и их дыру в защите, через которую постоянно идут утечки. Теперь точно понятно, что новым чемпионом станет именно Акшан, которого ранее показал один из бразильских блогеров. А это также укрепляет позиции слива мрачного Йордла, которая появится после Стрелка. Так а собственно, почему все стало понятно? На сайте Леги появилась страница с восседающим на троне Виего. Арт не новый, но с новыми секретами. И их тут два. Первый. Если посмотреть исходный код страницы, то можно увидеть послание за авторством некого Шадия, которое обращено к стражам. Я назначаю Акшана своим преемником. Если я умру, он унаследует мое оружие и обязанность защищать Шуриму от нежития. Надеюсь, вы нас найдете. Очевидно, Шадия это еще один Страж Света. Так что не исключено, что, как и у Люциана, у Акшана будет сразу два оружия, если до этого у него уже было что-то в арсенале. Второй секретик скрывается в руке молодого Виего на картине слева. Если кликнуть на нее, то откроется следующая страница со шкатулкой, на которой играет мелодия. После завершения воспроизведения предлагается ввести текст. Нужный ключ мы нашли на странице Гвен, который можно обнаружить, если выделить текст биографии. Реверсируем символы и вставляем в поле. Ха, сработало! Теперь мы переносимся на следующую страницу, где вводим имя Акшан, и после этого нас отправляют на финальную страницу с изображением ключевых героев события, среди которых можем увидеть Акшана, а также тематические образы Грейвза и Вейн. Помимо этого, можно увидеть интригующее сообщение о неком событии, которое пройдет с 8 по 10 августа. Согласно графику выхода обновлений, это будет самый конец патча 11.15, что нарушает привычное расписание, ведь патч продержится не 2, а 3 недели. Также стоит обратить внимание на то, что события затронет не только Лигу, но и другие проекты. Legends of Runeterra, Wild Rift, Teamfight Tactics и даже Valorant, который стоит особняком от происходящего в мире Лиги Легенд. Погибель постепенно разносится по Рунтерре и уже заглянула в Демасию и Шуриму. Правда, траектория захвата выглядит немного странной, ведь Демасия находится на другом конце карты. И даже если предположить, что это вся поверхность планеты, и Вьего зашел с другой стороны, следующая цель выглядит не самой последовательной. Но то, что вторжение будет масштабным, это точно. Подтверждает это не только ролик по гибель, но и Wild Rift, где видны последствия вторжения в ключевых локациях игры. Шурима, Таргон, Билджвотер, Демасия, Фрильорд, Иония, Икатия, Ноксус, Пилтовер, Заун и непосредственно Ущелье Призывателей. Присоединившись в ряды Стражей Света, противостоять вторжению будут Ривен, Ирелия, Диана, Вейн и Олаф, который на своем сплэш-арте больше похож на сбросившего вес Грагаса. А вот и сплэш-арты других Стражей. Пантеон же станет подкреплением сил Вьего и получит престижный образ, который, судя по всему, показывает внешний вид до своего порабощения. Эти скины должны выйти в патче 11.14, но скорее всего новые образы стоит ждать и в патче 11.15, вместе с новой порцией сюжета. И мы предполагаем, что будет по два участника от каждой фракции. Сейчас в игре уже есть три соратника Вьего. Карма, Дрейвен и Шиванна. Согласно фракционным привязкам, в оппозицию им выступят Ирелия, Ривен и Вейн. Также появится Таргонская парочка в лице Дианы и Пантеона. Помимо этого, на стороне Стражей Света появятся Олаф из Фрельорда, Акшан из Шуримы и, судя по постеру, Грейвс из Билджвотера. А опираясь на реплики Вейн из обитателей Билджвотера, Вьего удастся поработить Мисс Фортуну. И если наша теория верна, то будет еще как минимум два падших образа из Фрельорда и Шуримы. Как думаете, кто бы мог стать невольным союзником погибели? Ну и стоит отметить, что большие шансы ввязаться в замес есть у чемпионов Пилтовера, Зауна и Шталя и скрытого Бандл-Сити, чтобы уравнять появление Мрачного Йордла. Ранее Riot анонсировали, что планируют обновить систему редкого и эксклюзивного контента в этом году. Но из-за того, что часть сотрудников была переведена на другие задачи, реворг системы пришлось отложить до 2022 года. Разработчики пока не готовы в полной мере рассказать о всех планах, но поделились их частью. Например, есть намерение отказаться от самоцветов и сделать новую валюту. Или ввести новую систему, которая позволит получать престижки без денежных затрат. К слову, о престижных образах. Помимо уже известных чемпионов, в будущем скины получат Каин, Волибир и Брэнд. Престижки также получат уже существующие образы Леблан и Морганы. Из-за задержки введения новой системы, процесс накопления очков престижа будет объединен с 2020 годом и позволит накопить до 400 очков. Последний магазин престижа откроется в декабре, и в нем можно будет приобрести все престижные образы за последние два года. Долгое время Riot совсем не обращали внимания на Зиллиана, но благодаря Legends of Runeterra о нем снова вспомнили и освежили его историю в мире Рунтерры. Дело дошло и до Лиги, где ему скоро обновят визуальные эффекты умений. Наиболее заметные изменения коснутся бомбочек и ультимейта, причем ультимейт обновят в различных образах. Также изменениям подвергнется внешний вид автоатак. Вместо шестеренок будут небольшие сгустки энергии, но это изменение сообщество приняло неоднозначно. Как бы шестеренки не выглядели нелепо, они отличали его автоатаки от автоатак других магов. Тот же разработчик, что занимается обновлением Зиллиана, поделился интересной находкой. Он обнаружил, что в вихре предвестника Ночи Исо спрятана клубничка, а в эффекте рекола Арианы Темная Звезда можно разглядеть кусочек пиццы. Автора этих эффектов установить мы не смогли, но оба скина вышли почти в одно время в 2017 году. Так что не исключено, что где-то еще есть такие кулинарные пасхалки. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что генерал был недоволен выбором капитана для совместного турнира Твич и Райот среди контентмейкеров. И если с выбором Полины на роль капитана у самих контентмейкеров особых вопросов не возникло, то с выбором игроков довольно много. Наилучший результат показала команда по Велоранту, заняв шестое место. Но по итогу этого не хватило и сборная обосновалась на десятой строчке. В качестве призовых каждый игрок получит по 500 долларов. За первое место полагалось две с половиной тысячи. Долгое время никто не мог дать ответ на вопрос, кто составлял списки, из которых выбирала Полина. И какие вообще были критерии для попадания на турнир. Поэтому мы поговорили с представителем Riot и непосредственно с Полиной. В итоговые списки входило 10-12 человек. Кто они? Нам не сказали. Но известно, что одного относительно популярного стримера-лесника отсеяли сами Riot. Причины достоверно неизвестны, но Старки, член эфирной команды LCL, выдвинул несколько хороших предположений. Riot наверняка интересовала репутация участника и отсутствие рекламных партнеров со ставками, казино и криптовалютами. Что касается Твича, то в качестве критериев выступала относительная популярность в регионе. Она должна быть средняя или выше. А также фокусировка на их платформе. То есть не должно быть существенного контента для Ютуба. Ну и классическое правило, стример не должен быть действующим киберспортсменом. Из представленного списка Полина в первую очередь ориентировалась на Элла игроков, во вторую на отсутствие конфликтов между участниками, а в третью на чистоту стримов. Тем не менее, это не уберегло некоторых выбранных участников от хейта в свою сторону от зрителей. Например, в личку Аларма поступало много негативных сообщений и угроз, но несмотря на это, он все равно благодарен выпавшему шансу получить опыт игры против игроков столь высокого уровня. Как нам сообщил представитель Riot, они понимают боль других стримеров и зрителей по этому поводу. Они учли полученный фидбэк и в следующий раз постараются иначе организовать этот процесс. Пожалуй, у VEGA Squadron за последние пару лет сложилась самая сложная судьба из всех организаций LCL в плане скандальных заявлений в ее сторону. В этот раз очередной инфоповод подкинул китайский игрок Серикус, выступавший за Вегу на топе в весеннем сплите. По его словам, организация не сообщила о том, что провела тройауты и нашла ему замену в лице Аой Хару. А учитывая, что летний сплит везде уже начался, он не сможет найти команду на ближайшие полгода, чем Вега, по мнению игрока, разрушила его карьеру. Джеймс Пеке, тренер команды, опроверг это заявление и отметил, что игрок обо всем был оповещен, хоть и с небольшим зазором из-за последнего старта лиги. Однако ему все же подыскали другую организацию для прохождения тройаутов. Также тренер отметил, что в прошлом сплите Серикус пришел в их команду посередине сезона, что, вероятно, дает пищу для размышлений. Помимо этого, Пеке пояснил, что выбор Хару был продиктован не тем, что он лучше Серикуса, а тем, что команда не смогла найти подходящих новичков на мид и бот и была вынуждена взять двух легионеров, поляка и испанца. А учитывая, иностранных игроков пришлось выбирать наименьшее из двух зол, а именно отказ от китайского топера. Сам Серикус никаких дополнительных комментариев не давал, поэтому какой-то однозначный вывод сделать сложно. А как вы думаете, за кем тут скорее правда? За игроком или за организацией? А вот где гадать не нужно, так это за просмотром рубрики «Прикольные видосики». Во время жестокой битвы в штурме Нексуса полегли все союзники Жанны, но небольшое промедление противников позволило ей провернуть улетный пируэт. Этому Райзу есть чем гордиться, ведь он в одиночку при помощи своей ульты смог закончить игру, хоть и с некоторыми оговорками. если вы задавались вопросом стоит ли идти вол-ин против Гвен, то полностью заряженный Дариус с воспламенением дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Там Кенч совсем недавно получил мини-реворк. Пока сложно сказать, стал ли он слабее или сильнее. Хотя этот Там Кенч прозрачно намекает на то, что чемпион стал имбой. Я видел много трюков со снежком на араме, но это Джинкса настоящий виртуоз. Она воспользовалась тем, что снежок дает неуязвимость контролю во время полета и использовала его вплотную к Мальфиту, тем самым избежав рокового удара ульты. Сегодня конкуренцию ранним инвейдам Шака составит этот отважный Грейвс. А вы знали, что используя ульту, Кейтлин делает микрошаг вперед. Я нет. И она очевидно тоже. И снова вы думаете, что за кринж здесь происходит? Дело в том, что мы снимаем новый выпуск на нашем втором канале, который выйдет уже на следующей неделе. Тема ролика очень интересная, а именно чего общего между одним очень захайпленным аниме и фастфудом. А главное, плохо это или хорошо. Что за тайтл расскажу позже, а пока можете подписаться на канал. Такие дела? На этом все. Делитесь выпуском с друзьями и пишите, что думаете о новостях прошедшей недели. Спасибо за просмотр и отдельное спасибо нашим спонсорам. Ссылки на все новости в описании. Хорошего тебе дня и увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok